Друзья, снова с вами Алекс Тима, читает Алекса Тима. Сегодня эпизод тринадцатый, чёртова дюжина. По этому поводу предлагаю поговорить о любви, потому что, по моему глубокому убеждению, любовь есть совместный проект чертей и ангелов. Ну, как вы знаете, мировая литература этому предмету уделила очень много внимания, энергии, усилий, но толком не разобралась. Вернее, все выводы очень фрагментарные. Ну, примерно так, как слепцы пытались определить, что такое слон. Один взял его замок и говорит, это дерево. Второй за хобот, говорит, это змея. Третий взял за хвост и говорит, это верёвка. Ну, вот так вот. Я, естественно, тоже много чего понаписал на эту тему. Тоже не достиг сияющих вершин истины, как и улитка, ползущая на гору Фудзи. Но выявил попутно один, по-моему, важный признак, который отличает любовь от того, что Маяковский называл любятами. Так вот, человек любит по-настоящему тогда, когда он любит не за, а вопреки. А всё остальное, как говорил Жуанецкий в одной из своих миниатюр, 200 грамм сыра и бутылка сухого – это не любовь. Это увлечение. А народная мудность говорит, любовь зла, поливайше козла. Ну, или козлифу, кому как повезёт. Но к делу. Первое стихо называется «Что такое любовь?» «Что такое любовь?» У отца сын спросил. «Если вместе нельзя, но, а врозь, нету сил, если мысль лишь одна, если мысль – всё о ней, что родней всех родных и всех милых милей, коль сознание туманит за кипевшая кровь, если ночь, как дурман, значит, это любовь». Я написал это, когда моему сыну исполнилось 16 лет. Но мы с ним так и не обсудили. Он как раз уехал, по-моему, в Америка, учиться в американский колледж. А там же, как известно, плохому не научат. Следующее называется «Диагноз». Больного осмотрели. Врач диагноз поставил. Генетический порог. Не может не любить. Такой он след оставил. Не может не любить. Хотя и вышел срок. Забыть нельзя. Забыть нельзя. А помнить нету сил. Любовью называют эту муку. Израненному сердцу вечную разлуку. Ты ради избавления попросил. Ну и последнее. Играют дети. Играют дети во дворе. Им солнце светит даже в декабре. И даже в декабре для них цветут цветы. Сегодня мой ребенок – это ты. Ну что же. До следующей встречи. Всем желаю всего самого лучшего. Келотонну любви прежде всего. Чтобы прямо объелись и все поняли, разобрались. А в заключение, как говорит один мой фейсбушный друг Игорь Свинаренко, известный журналист, пароксодалист и вообще человек уникальных качеств, он всегда в заключение говорит «Ура! Не ссать!». Вот и я вам говорю «Не ссать!». Ой, ну ладно. С вами был Алекс Тимов.